Боже, будь милостив ко мне грешному, создави меня Господи, помилуй мя. Бесиславец грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть этого истинного блажительного Богородица, пресоблаженную и порочную Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим, безысление Бога, слово Рожешу и сущую Богородицу Тебя, величай ему. Слава Отцу и Силу и Святому Духу, мнение и пресно и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, воскрес и измертый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причистой Твоя Матери и силы счастного творящего креста, святых ангелов, наших хранителей и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благослови, и человека люби самим. Боже, милостью, будь негрешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Брешно славится, грешно, Господи. Прости меня, грешного, и помилуй. Царь Небесный, утешитель Дух Истины, вездесущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков хаминя. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи. Очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков хаминя. Отче наш, Сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наших. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и Сила, и Сила, и Слава веки. Аминь. 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 И во веки веков. Аминь. Внезапно придет Судья, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят ты, Божий. Молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Остав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что повелика Твоей милости и долготерпению. Ты, Божий, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не пократил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычно этого человеколюбия и поднял меня спящего, чтобы приносить Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слово Твое, разумевать заповедь Твою, исполнять волю Твою. И открою устамы, чтобы прославлять Тебе в благодарном сердце, воспевать Святейшее Имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. салон 145 аллилуйя хвали душа моя господа буду воспевать господа восхвалять господа доколе жив буду петь богу моему доколе если не надейтесь на князей на сына человеческого в котором нет спасения выходит дух его и он возвращается в землю свою в тот день исчезает все помышления его блажен кому помощник бога яковлев у кого надежда на господа бога его сотворившего небо и землю море и все что в них вечно хранящего верность творящего суд обиженным дающего хлеб алчущим господь разрешает узников господь отверзает очи слепым господь восставляет сагбенных господь любит праведных господь хранит пришельцев поддерживает сироту и вдову а путь нечестивых извращает господь будет царство твовеки бог твой сион в род и роды аллилуйя ибо благо пить богу нашему ибо это сладостно хвала подобающая господь созидает иерусалим собирает изгнанников израиля он исцеляет сокрушенных сердцем и вращует скорби их исчисляет количество звезд всех их называет именами их велик господь наш и велика крепость его и разум его не измерим смиренных возвышает господь а нечестивых унижает до земли пойте поочередно словословие господу пойте богу нашему на гуслях он покрывает небо облаками приготовляет до земли дождь произращает на горах траву дает скоту пищу его и птенцам ворона взывающим к нему не на силу коня смотрит он не к быстроте ног человеческих благоволит благоволит господь боящимся его уповающим на милость его хвали иерусалим господа хвали сион бога твоего ибо он укрепляет вере и ворот твоих благословляет сынов твоих среди тебя утверждает в пределах твоих мир туком пшеницы насыщает тебя посылает слово свое на землю быстро течет слово его дает снег как волну сыплет и не как пепел бросает град свой кусками перед морозами кто устоит пошлет слово свое и все растает подует ветром своим и потекут воды он возвестил слово свое и а кого уставы свои суды свои израилю не сделал он того никакому другому народу и судов его они не знают аллилуйя слава отцу и сыну и святому духу и ныне и всегда и во веки веков аминь аллилуйя 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 слава тебе боже аллилуйя 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 слава тебе боже аллилуйя 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 слава тебе боже боже очисти меня грешного ибо я никогда не делал ничего доброго перед тобою избавь меня от зла и пусть будет во мне твоя воля дай мне не подвергайся суждения открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя твое отца и сына и святого духа ныне и всегда и во веки веков аминь властав от сна я посреди ночи приношу тебе спаси песнь и преподая к стопам твоим взрываю к тебе не дай мне уснуть в греховной смерти но жалься надо мною добровольно распявшийся скоро подними меня беспечно лежащего и спаси меня стоящего пред тобою на молитве и после сна ночного пошли мне ясный безбреховный день христе боже и спаси меня владыка человека любче встав после сна я спешу к тебе и по милосердия твое принимаю за угодные тебе дела я молюсь тебе помоги мне всегда его всем избавь меня всякого зла в мире от дьявольского исключения и спаси меня и вели в царство твое вечное ибо ты мой творец и источники податель всякого блага на тебя вся моя надежда я возношу тебе хвалу ныне всегда и во веки веков аминь господи по обильной твой благости по великому твой милосердие ты дал мне работу ему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла ты сам владыка творец всего сущего удостой мне присвяти твой истины с просвещенным сердцем исполнять твою волю ныне и всегда и во веки веков аминь господи вседержителю божий сил бесплотных всякой плоти на высотах небесных живущий озирающий до земны наблюдающий сердца и помыслы и ясно ведающий тайны человеческие безначальный вечный и неизменный свет который не оставляет затененного места на своем пути ты сам бессмертный царь прими моление наше которое мы в настоящее время надеюсь на обилие сострадания твоего тваринке без чистых и прости нам прегрешения наши совершенные нами делом словом мы мысли вольное и невольное очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа и дары нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мысль прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного твоего сына господа бога и спасителя нашего иисуса христа когда общий судья придется слава воздать каждому по делам его да найдет у нас не лежащими и сонными но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей его и готовыми войти с ним в радость и божественный чертог славы и непрестанны голоса торжествующих и невыразимую радость видящих несказанную красоту лица твоего ибо ты истинный свет просвещающий освещающий весь мир и тебя воспевает все творение веки вечные аминь святый ангел поставлены блестимую бедную душу и несчастную жизнь не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения о святой ангел божий хранитель покровитель бедной моей души и тела прости мне все чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни если чем согрешил прошедшую но и защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского чтобы не прогневать бога никаким грехом и молись за меня ко господу чтобы он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом достойным своей милости аминь пресвятая владыцца моя богородица святыми твоими и всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба твоего уныния забвение неразумия нерадения и все скверные лукавые хуйные помышления от несчастного моего сердца помраченную мама его и погаси пламя и страсти моих ибо я ничь и слаб избавь мне от многих убительных воспоминаний намерения освободи от всякого злого воздействия ибо ты благословена всех родов и твое пречестное имя славится во веки веков аминь молите бога о нас святые угодники божие игнатий ольга анатолия андрей катерина юрий надежда роман сергей янец татьяна ибо мы усердно к вам прибегаем как скоро помощником и молитвенникам о душах наших богородица дева радуйся благодатная мария господь с тобою благословена ты между женами и благословен плод чрева твоего ибо ты благословена ибо ты родила спасителя души наших поси господи людей твоих благослови принадлежащих тебе помогая православным христианам побеждать врагов сохраняя силы креста твоего церковь твою си господи помилу отца моего духовного игнатия батюшку и акима родителей братьев сестер родственников начальников благодетелей всех ближних моих и друзей всех православных христиан подай твои земные и небесные блака не лиши их милости твоих посети их укрепи силы твою дары его здравия спасение души его ты благо любишь людей аминь упокой господи душу усопших рабов твоих родителей моих родственников благодетелей и всех православных христиан и прости им все и грехи вольные и невольные и дару им царствие небесное со святыми упокой христе души рабов твоих прадцев отцов и братьев наших там где нет ни болезни ни печали ни душевных страданий но жизнь без конечная но истину достойно прославлять как богородицу всегда блаженную пронепорочную матерь бога нашего мы величаем тебя как истинную богородицу родившую без болезни бога слова достойную больше почести чем хирургимы несравненно славнейшую нежели серафимы слава отцу и сыну святому духу и ныне и всегда и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи помилуй господи иисусе христе сели божий молитва ради прочистой твоей матери преподобных богоносных отцов наших и всех святых помилуй нас аминь господи наш милостивый небесный отец помилуй детей наших за которых мы смиренно молим тебя которых предаем на твое попечения и защиту вложи в них крепкую веру научи их благоговеть пред тобою достой крепко любить тебя нашего создателя и спасителя отправь их господи на путь истины и добра чтобы они все делали скверных страстей всяких нечестивых беспорядочных людей ради твоего сына господа нашего иисуса христа помолитого при чистой матери и всех святых приведи его к тихой пристани твое вечного царства чтобы он вместе со всеми праведными всегда благодарил тебя с единородным твоим сыном и житворящим твоим духом аминь господи боже наш возри на детей наших не спошли на них духа премудрости разума благочестия просвети их светом твое благоразумие чтобы они скоро уразумели узволе изучаемые предметы и употребили их на благо твоей церкви на пользу ближнего вас звук провал завис компьютер что ли все зависло все зависло вообще все зависло вообще все зависло а вам слышно будет оси я буду говорить теперь слышно кто слышит все слышит или один слышно и буду молиться дальше слышно но картинка зависла си господи помила от самого духовного родителей сродника благодетель митрополита иллариона епископа и птихи вениамина агафангела диамида тихона антония священная акима павла геннадия сергей 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 василия и она михаила наума кирилла амбросия вадима за символик андрея максима владимира и глебу не дай погибнуть в вузах диаконов евгений александр михаила андрея епископа максима митрополита сергия кирилла венедикта франциска корнилия александра тихона и весь священнический и иноческий чин и высший истинный служитель миссионерок христианам язычникам иудеям мусульманам и буддистам и нам да еще священника если угодно тебе смири власти воинства их наведи страх твой на них и через них сатам и в твори господи благое церкви твоей дабы издавали мудрые закона чтоб человек мог достойно жить дабы было из чего уделять нуждающимся и сохраняя их от покушения на них владимира димитрия дональда рамзана петра александра эрдогена амана нарсултана и даруй мир израилю россии украине сирии где война идет господи научи нас ценить это мирное время и приготовь землю к великим и грозным испытаниям грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя слава тебе господи за тихую мирную ночь что жизнь нашу продлил и и разум сохранил дай нам желание трудиться обнаружить и умножить все наши таланты даровано это бою и для сего пошли нам господи добрых помощников наставников советников и в этот день нас сохранят всякого рода зла и греха и благослови встречи и рассуждения и молитвы сохрани нас здесь господи селение наше от пожара от воров от нечистой силы и живущих там андрея игоря игоря серафима и сына и владимира брати к вере многосвязь людмилы любовь владимира алексея и иосифа и прищи добрых жителей с детьми знающих тебя любящих уставы твои сохрани школу спаси и помилуй татьяну наталью игоря марину никиту щадой виктор и сергея севастьяна людмилу нину аликтина расширь пределы общин и благовестием твоим пробуди сердца людей спаси и помилуй екатерину валентину надежду анастасию наталью романа игоря михаила нину а ну юрия рахирь ездру и самиру найди обрати дабы не верила же пророчества екатерина екатерину галину благослови и всех с кем мы познакомились кому возвестили слово истины найди все наше андрея владимир александр и игоря и возри на угрозы врагов и не дай исполните их злым намерением во зло церкви и душам нашим и в судный день господь не помяни их безумия найди обрати обрати примирись с нами андрея 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 анастасия и помогающих нам игоря андрея игорь андрея андрея вячеслава димитрия найди и обрати тимофея тимофея мартина александра симона леонтия аллилуйя господи иисусе христе сыне божий помилуй нас господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного слава тебе наш бог иегова а вовочи свят 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 господь саваоф вся земля полна слава его аллилуйя слава вышних богу на земле мир в человеках благоволения благодарю тебя господь за тот день в который дал мне веру в тебя этот чудный дар неба страх пред тобою и ожидания суда божия благодарю за тот день в который дал мне святую библию указал на толкование святых отцов и на каноны церкви аллилуйя пресвятая госпожа богородица пресно дева мария мать христа бога нашего спаси нас молитвами своими и покроем опором любви твоей воздай милостью господи всем помогавшим нам в путешествии Павла Зинаиду Владимира Дмитрия Людмилу Надежду и всех знаешь ангел христов хранитель мой святой моли бога о мне грешнем благодарю тебя мой ангел за эту ночь и по сей день сколько лет ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей только вечность откроет это прошу тебя мой ангел не покинешь смертный час когда душа будет разлучаться от тела и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным и веди ее навеки в вечное царство христа бога нашего аллилуйя ян креститель претеща христов моли бога о нас но учи нас господи жите в бедности имея пропитание и одежду быть благочестивым и довольным никогда не завидовать никому и не роптать и быть во всем экономным и видеть нуждающихся в нашей помощи аллилуйя святитель христов никола мирликийский чудотворец моли бога о нас укрепи народ твой дабы не страшиться ни старений начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы но и обречать и каждому даже жилье и сергею гавриилу молите бога о нас святые пророки божие или я елисей и нох моисей самуил аарон ио авель но иосиф патриархи ездрине ими амус на ум исае и риме варах языки и оси и аиль агей сафоне захаре малахе давид нафан даниил отроки пророк михей аврам да исполнит господь духом пророческим церковь свою дыбы день прихода то нашего отшествия не застав нас не готовыми но чтобы выше на встречу тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел соделанных духе святом с любовью аллилуйя и благослови приезд алексея сюда и все устрой по воле твоей святой только ты знаешь господи татьяну тамара помогавших по открытию музея благослови их и пошли нам добрых советников и помощников в этом деле и укрыти господи притязание на не принадлежащие ему максима аллилуйя молите бога о нас святые ангелы архангелы херувимы и серафимы все небесные силы к престолу божию предстоящие святые апостолы петр и павел евангелисты матвей марк лука и иоанн молите бога о нас да дарует господь жажду исследовать священное писание и жить по нему исполняя святые заповеди твои молите бога о нас святые мученики мученицы игнатий богоносец поликарпс минский юстин философ космай и дамьян андреев тратилат и ирон мученик устраши родителей за такое ложное воспитание молите бога о нас святые отцы мученик В ничто преврати и развей. Аллилуйя. Молите Бога. Она, святые жены и девы. Фёкла, первомущенница, Патина, Самарянина, Феврония. Вера, надежда, любовь. Матерь Софии, Наталья, Адриан. Варвара, Екатерина, Перепетуйя. Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина. Мария, Магдалина, Мария Египетская. Прискила, Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание. И молчание. Соломудрие. И стыдливость. Женам и девам. И сохрани их от всяческого поругания. Избавь от непокорства. Галину, семейство Евгения. Надежда, надежда, слепан. Людмила. Прими, Господь, нашу молитву. Воздияние рук, как жертву вечернего благоухания приятное. Перед престолом, благодаря Твою, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. И слышу, Господи, исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву о всех, Заповедавших нам молиться о них. Спаси их. И помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Господи, владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначалия, Празнословия, серебролюбия, не дашь мне. Душа целомудрия, смиренно мудрия, Терпение и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, царю, даруй мезреть и моя прегрешение, Ежи не осуждать и брата моего, Якоб благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, будь милости в камнях греша. Боже, очисти меня недостойно. Благодарю Тебе милости Твоей. Испытал во всю жизнь. И непрестанно и всюду. Хвала Тебе, мой Господь. Слава Тебе за это избрание, Которое Ты совершил над нами И дал дивный дар веру в Тебя. В неложные обетования Твои Помочь пройти этот жизненный путь, Прославляя Тебя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Прости мои согрешения, тайные и явные, В уме и в помышлении. В водне и в ночи, и в оседней жизни. Ибо Ты благо, человеколюбис. Аллилуйя. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначаля, Празнословия, сребролюбия, Не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, Терпение и люби даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть И моя прегрешение, Чтобы не осуждать брата моего. Ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Всем доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну что, Сергей Павлович, Давай там смотри по порядку, Что у нас идёт. Там занятия пропустите, И дальше бери. Господи, Владыка, живота моего, В четверг на следующей неделе Вечером последний раз считается. Ну, так говорят. Вот интересно, на этой неделе, Завтра в субботу, Разрешается есть икру, А рыбу нет. Подумать это надо всё так. А воскресенье уже с рыбой. Так что, Сергей, Ты хорошо всё ещё узнай. Ты слышишь меня, нет? Да. Ты, я тебе говорил, Написать, как плакатик такой, На нём написать шахматов, И держать над головой высоко. И подойти в первые ряды, Где встречающие. Ты это сделал? Нет. Тогда поручи, я сделаю. Да, Игорь Тихоевич, Мы же друг друга в лицо знаем, Мы общаемся в интернете С Алексеем. Что мы? Не узнаем друг друга, что ли? Ну, если ты так делаешь, что так. А я один раз увидел в Америке, Встречают и понял. Это здорово. В толпе поднимают руку. А не надо. Это только лень матушка может Отвергать опыт такой. Представь, толпа идёт. Человека толкают. Он в очках. Плохо видит. А я так лучше. Это лучше, когда сидим дома на печке. Не лучше это. Крупно. И надо в первый ряд встать, Чтобы он увидел. Чтобы он успокоился, Что его встречают. Неправильно рассуждаешь. Я же не о себе говорю-то. Человек идёт в аэропорт. Я в Нью-Йорке выхожу. А они над головой. Там народу много-много. Высоко. И там написано. Моя фамилия. Я сразу туда направился. И меня под руки. Вот всё. В Вашингтон, если я приехал, Никто не встретил. Ну, куда делал-то? Походил-походил. Там по перрону-то. Пошёл в полицию. Вот так. Я испытал это. Неправильно, когда встречают. И лишь бы абы как. Что-что делаешь, делай, Как для Господа написано. Мой Господь приезжает. В его лице. И мы должны его принять. Как Господа. Что сказать? Я все эти дни молюсь. Что? Уже, наверное, Перемолотил полбиблии. А время-то полтора часа всё. Он ещё и задавать вопросы должен. Какие? Как ему ответить? У меня несколько вариантов ответы. Ответить вообще. И ответить так, Чтобы конкретно ему было. Он-то какой? Мне его надо разбудить. А меня предупреждает. Вы с ним аккуратнее. Это журналюга. Он только ищет, Чтобы больше посетителей был. Ну и правда. Он сразу, Прямо в разы увеличилась посещаемость его. Я и эти слова должен услышать. Такую даль ехать летит. Это чего-то стоит. Одно это. Как его принять? Договориться заранее, Чтобы воскресенье рано его привезти. Чтобы он минут за 15 до 8 часов был здесь. Его предупреди. Сразу скажи, Что с соглашенными выходить придётся. У нас такой был журналист. Тоже не журналист. Да, журналист он. Ну, Макаров Сергей Сергеевич. И Лобня там где-то. Он 10 лет был Корреспондентом комсомольской правды в Москве. И когда начали молиться, Батюшка сказал ему, Так он, Батюшка, Да вы бюрократ. Это как же так? Это я везде ходил, Прещищался. Батюшка говорит, Ну, покажи смирение. Ты приехал, У тебя никакой бумаги, Никакой нету. Ставленная грамота. Или как священник наш едет, Он же с собой берёт. Я мирянин. Мы с собой выписали справку, Поехали. В любом месте, Чтобы нас приняли. Ну, ладно тогда. Согласился. Он как раз это и запомнит, Что тут всё-таки отделяют Чистое от нечистого. А я знаю, Как он будет реагировать. А какой он? Он о себе ещё может сказать. Как ребёнок. Жизнь вся исковерканная. На этом каменистом поле Надо посеять, Чтоб что-то выросло. У меня задача-то непростая. Вчера слушаю проповедь. Это выступает Георгий Максимов. А по соглашению молитва, Как он говорит, Мне надо на каждое слово И кратко ответить, Почему они против этой молитвы. И не просто ответить, Как они отвечают. А что говорит об этом Святая Библия, То есть Дух Святой. То есть люди, Святые, Движимые Духом Святым, Написали. Это ему никто ещё Никогда не отвечал так. Ему самому это надо, Что это? Я должен только Из Библии показать. Взять с собой Библию. Сразу, Чтобы он знал это. За нами заехать. Прямо сразу оттуда, Из гостиницы. Я и Галина едем, Двое. Давай, Считай, С Богом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. О исповеди. Но я открыл тебе грех мой, И не скрыл беззаконие Я исповедую Господу Преступление моим, И ты снял с меня Вину греха моего. Псалом 131, Псалом 31, Пятый стих. Кавычки открываются. Как человек крещаемый человеком, То есть священником, Просвещается благодатью Духа Святого, Так и исповедующий в покаянии грехи свои, Приемлет оставление их через священника, Благодатью Иисуса Христа. Афанасий Великий. Еще цитата. Без сердечного сокрушения Невозможно освободиться от пороков, А сердце приводится в сокрушение Трояким воздержанием От сна, От пищи И от телесного покоя. Нил Синайский. Часто сейчас в храмах идет общая исповедь Кто и хотел бы в частном порядке исповедоваться, То священник не делает этого, Ибо не отгоняет хотя бы на несколько шагов Других исповедников, Слушающих повесть Чужой жизни, Ибо привыкли смотреть телесериалы. Кавычки открываются На общей исповеди Власть ключей Передана ему Кающемуся. И за священником оставляется Лишь обрядовая форма. На общей исповеди Кающийся Не исповедует своих грехов. Но Исповедовать Значит Открыто Признавать их. На общей исповеди Когда сотни людей В один голос Произносят Грешен Нет никакого Скрытого Светительства О грехах. А потому Нет и никакой Исповеди Их. На общей исповеди Нет двух самых Главных условий Содержания Благодатного Таинства Право Священника Отпускать Грех Ибо Он не имеет Права Отпускать Грехи По Безотчетному Произволу И Право У Исповедующегося Получать Отпущение Ибо По учении Церкви Это право Дает лишь Устное Исповедание Грехов Что касается Третьего Условия Таинства Право Духовника Налагать Эпитимей То Оно Вовсе Отпадает При общей Исповеди Ибо Не зная Греха Невозможно Врачевать Душу Согрешившего Наложением Наказания Всячески Стоит Позаботиться О полном Открытии Грехов Своих Господь Дал Власть Разрешать Не безусловно Но под Условием Раскаяния И Исповеди Если Это не Выполнено То Может Случиться Что Тогда Когда Духовный Отец Будет Произносить Прощаю И Разрешаю Господь Скажет А я Осуждаю Общая Исповедь Стихийно Приобрела Широкое Распространение Трудно И стыдно Признаться Сильное Но в большинстве случаев Бесплодное Ибо Оно происходит Не в результате Внутренней работы А лишь как Эмоциональная Разрядка Отягощенная Грехами Души Покаянные Покаянные Слезы На личной Исповеди Омывают Исповеданные Грехи Слезы На общей Исповеди Чаще всего Свидетельствуют О самоумилении Самолюбовании И в конечном Итоге Служат Не для Разрушения Горделивого Самомнения А для Утверждения Фарисейского Чувства Собственной Праведности И самопревознышения Под видом Смирения В миру Нет потребности Выставлять На позор Свой грех Там стараются Скрыть его Там нет Надобности Так раскрывать Душу Чтобы обнажить Самые Темные Ее закоулки Нет Надобности В духовном Руководстве Ибо Каждый Стремится Жить Своим Умом Там Смешны И ненужные Петемии Ибо Они Требуют Смирения И послушания А в миру Более всего Дорожат Независимостью И Своеволей Мирская Жизнь Заставляет И страдать И мучиться Впадать В отчаяние Потому Хочется Иногда Человеку Пожаловаться Поплакать Слезами Которые Ни к чему Не обязывают И успокоенным Уйти домой Вот почему Общая Истоведь Так желанна Многим Она Соответствует Духу Мира Сего Подделка Тонкая Имеющая Множество Оправданий В том числе В том числе Таинства 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 Не заповедовал К ним Омерзения И Таинства в оправдание общей исповеди. Ставя свое церковное беззаконие в связь с великим пастырем, они увеличивают его скорбь. Настольная книга священнослужителя, том 8, страницы с 473 по 477. Священство есть таинство, в котором Дух Святой, правильно избранного через рукоположение святительское и епископское, поставляет совершать таинство и пасти стада Христова. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 1 стих. Цитата. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюде. Пустителями пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью Своею. Книга Деяний, 20 глава, 28 стих. В церкви Христовой три степени священнослужителей. Первое. Епископ. Он не только совершает таинство, но имеет власть и другим, через рукоположение, преподавать благодатный дар совершать оны. Цитата. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресветеров, как я тебе приказывал. Послание Хиту, 1 глава, 5 стих. Еще цитата. Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Первое. Тимофея 5, 22. Таинство священства совершается только в чине архиерейского служения литургии. Рукоположение воепископа почтения и три святого предочтения апостольского правила первое. Второе. Пресвитер, или то же что священник, по-церковно-славянски поп, протопоп, рукополагается епископом после хирургимской песни. Священник может совершать все таинства, кроме хиротонии. Рукоположение. Третье. Диакон не может совершать таинства, но обязан помогать при совершении таинства епископу или священнику. Цитата. Главные дары священства указаны в Библии у святых отцов. Цитата. Дар сострадательной любви к своим духовным чадам, если принимает таинство с чистым намерением служить спасению людей и славе Божией. Духовную любовь не рождает что-либо земное. Она исходит свыше, с неба и дается в таинстве священства. Но усвоение и удержание сего дара зависит и от стремления человеческого духа. Я златоуст. Цитата. Рукоположив же им присвятеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Книга Деяний, 14, 2, 23. Еще цитата. Их поставили пред апостолами и сии, и помолившись, возложили на них руки. Деяний, книга, 6 глава, 6 стих. Христос поставил апостолов в пасти Церковь Свою, а в пяти следующих и так до наших дней. Если же где существует перерыв, как у веритиков, сектантов, там где нет священства, а есть самозванство и гибель. Число 16 глава. И им грозит за восхищение недоступного им священного звания то же наказание, сошествие в ад. Тем пресвятерам надлежит следовать, которые в церкви, преемственно происходящим от апостолов и по благоволению Божию, вместе с преемством епископов, получили дарование истины. Иериней Леонский, книга 4 глава, 26 стих. Библейская цитата. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Евангелие Теана, 15 глава, 16 стих. В священство есть что-то страшное, власть его великая, достоинство и служение его из числа величайших даров Божьих. Сам Павел страшился в глядя на эту власть, златоуст. Если священник принимает это таинство с чистым намерением служить славе Божией и спасению людей, то в нем открывается дар сострадания и любви к своим духовным чадам. Вот почему и нужно епископу тщательнейшие исследовать, кого он думает рукополагать. Чтобы не получилось, как говорит Иоанн Златоуст, вместо полагающих душу за овец поставили кучу поваров, которые отъели шеи, как у быков, которые завели наложницу вместо жен, которых пьяных ведут с вечеринки. Восьмой том, страница 707-30. В житие Павла 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 от 18 февраля, страница 323-й, сказано. Незадолго до смерти он пробыл 40 дней у гроба святого апостола Петра в молитве и посте, умоляя, чтобы он просил Господа, да отпустит ему все благие Бог его прегрешения. Иоанн Златоуст, я молился за тебя и отпущены тебе все грехи твои, кроме грехов, которые ты совершил при хиротонии других на священной степени. Лишь о том ты будешь отвечать, законно ты рукоположил кого или нет. Еще цитата. Архиереи отвечают за все, что натворят рукоположенные имя. Златоуст. Если бы всегда выбирали лучших. При рукоположении архиерей произносит молитву. Цитата. Божественная благодать, излечивающая всегда все, убивающая и восстанавливающая обессиленная. Этого весьма благочестивого дьякона имя Рек возводит рукоположение моим во Пресвятера. Помолимся же о нем, да с ней не зайдет на него благодать Пресвятого Духа. Кавычки закрыты. Пастырь должен жить хотя бы одним дыханием со своими овцами. И какое горе ему есть, если... Цитата. Хотя бы одна овца погибнет по твоему нерадению. Тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы рассчитаться за нее. Златоуст. Цитата. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? Второе послание Коринфянам, 11 глава, 29 стих. Еще цитата. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Послание Галатам, 4, 19. Еще цитата. Мы, Христово благоухание, спасаемых и погибающих. Второе Коринфянам, 2 глава, 15 стих. Действуя на пособных примером собственного душевного устроения, священник должен быть неукоснителен к богослужению, молитвен, духовен, несребролюбив, воздержан. Отец с духовным чадом, кроток, брат со служителем, должен быть свободен от душевных недугов, чтобы врачевать других. Цитата. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Первое Коринфянам, 9, 27. Нужен всегда проповедовать, цитата, ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность, и горе мне, если я не благовествую. Первое Коринфянам, 9, 16. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Первое Коринфянам, 1 глава, 17, 9 стих. Цитата. Предстоятели церквей должны во все дни, особенно же во дни воскресные, поучать весь клир и народ словесам благочестия, избирая из божественного писания, разумения и рассуждения истины, и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных знаний. Они иначе да изъясняют оны, разве как изложили светило и учителя церкви в своих писаниях, и сими более да удостоверяются, нежели составлением собственных слов, дабы при недостатке умения всем не уклониться от подобающего. Ибо через учение вышереченных отцов люди, получая познания о добром и достойном избрании, и о неполезном и достойном отвращении, «Исправляют жизнь свою на лучшее, и не страждут ни дугов, ни ведения, но, внимая учению, побуждают себя к удалению от зла, и страхом угрожающих наказаний соделывают свое спасение». Шестой Вселенский Собор, девятнадцатое правило. Цитата. «Братья, видите ли, сколько благодеяний изливает на вас Творец и Спаситель через священников?» Иоанн Кронштадтский. «Не не ради, а пребывающим в тебе дарований, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук». 4 глава, 14 стих. На Шестом Вселенском Соборе, правило 14-15, святые отцы решительно запретили поставлять в дьяконы ранее 25 лет, а в священники ранее 30 лет. А если такое совершилось, они должны быть извергнуты, ибо и Христос вышел на проповедь не ранее 30 лет. Цитата. «Правило святых и богоносных отец наших да соблюдается и всем, дабы вопресвятера прежде 30 лет не рукополагать, если бы человек и весьма достоин был, но отлагать довлеченных лет, ибо Господь Иисус Христос в 30-е лето крестился и начал учить. «Подобно и диакон прежде 25 лет и диакониса прежде 30 лет не пополняется, и по диакон да поставляется не прежде 20 лет возраста. Если же кто, в какую бы то ни было священную степень, поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Против этого правила воюет везде, находя себе извинения под словом «нужда». Существует везде возраст приема в армию, в президенты, в супружество, а эти человеческие законы мало кто считает пустыми, лишними. Здесь же правила, принятые трубами Духа Святого, повсеместно нарушаются. Хотя бы до уреченного возраста оставалось не более нескольких месяцев. Необходимо архиереям мысленно поставить себя перед предсомном собора и прикословить им незаочно. Это правило нарушалось особенно на Руси, почему Стоглавый собор специально этой проблеме посвятил три правила. 25-е, 80-е и 89-е. Да не нарушается, да извергается из сана ранее уреченного срока поставленные. Новая скрижаль, страница 307, Симеон Солунский, глава 177. Посему и называется пресвитер, то есть старейший, переживший возраст юношеский, по летам должен быть возрастом муж совершенный, потому что он поставляется иереем Христовым, и учителем, и совершителем божественных таинств. Цитата. Я не спешил быть пастырем у тебя, порог Иеремия, 17-16. И что же? И патриарх Никон, и протопопа Авакум поставляются в 21 год и чуть старше. Далее нарушение этого правила идет у старого бряцев, у московской патриархии, унешней церкви. И с таким упорством и постоянством, как бы и не было правила Святого Вселенского Собора. И всюду тоже сергиевское оправдание беззакония. Но в ту же сторону спасать церковь, иначе некому будет спасать людей, если беззосых мальчишек не поставят на самую ответственность в мире должность священствовать. Хотя были единоличные рукоположения в епископы ранее увлеченных лет. 20 ноября Нирьеп Феодотом поставлен 12 августа Григорий Чудотворец в Каманах 22 июня. Евсевий тайно, ходя в одежде воина, рукополагал в епископы единолично. Сколь ответственен акт рукоположения. Не потому ли Игнатий Ростовский Чудотворец 28 мая повелел положить в свой гроб список тех, кого он рукоположил? Значит, не боялся ответа, достойных рукополагал. В память 3 января Савва, освященный, считал сам священство корнем честолюбия и на служение приглашал на время священника, не держа у себя. 23 января Климент Анкирский рукоположен у епископа, когда ему было не более 20 лет. 15 декабря Элифферий, в 15 лет Дьякон, 17, Пресвитер, 20 епископ. Более того, 19 апреля Трифом, царь Фиафилакт решил поставить в патриархе своего сына в 16 лет, в 820 год. Когда была действительно нужда, то сам Бог устами детей воздвигал из мирян достойных и в 6 дней возводили в патриархе. 6 февраля патриарх Фотий, святитель Тарасиев, патриарха в 7 дней, 30 августа, Геннадий, цитата, Многие архиереи православные уклонились в симонию, за деньги поставляли священство. Когда таких искателей счастья узнал Иоанн Златоуст 13 ноября, он изверг много епископов и священников, как совершенно не соответствующих своему сану. А сегодня такие горе-пастыри создали из себя кумиров, идолов, как говорит Василий Великий, цитата, так же позлощены и так же безгласны, действуют как антихристы, как обличает их святитель Иероним Стридонский, память 15 июня. Для очень и очень многих сам стал просто кормушкой, где ни за качество, ни за конечный результат никто на земле не спрашивает. 21 июня Симеон Еродиево изображал таких циников алтарных, надевавшими вместо ораря колбасу и макавшим ее в горчицу и евшими. Сладкая жизнь поповская кончится горчицей гиенской. Кто сегодня говорит на священство? Не верьте мне, если слова мои не сходятся с Библией. Чтобы выговорить эти слова, как минимум необходимо научить людей священному Писанию и самому говорить Слово Божие не по бреду своего больного ума, но в страхе Божии. 25 июня Богослов назвал собор епископов гусями и журавлями, пихающими друг друга, встал и ушел от них. Православный патриарх Феофил 13 ноября Гнау Златоуста и с православным епископом Фа-Аре-Трием на горных тропах искали убить Иоанна. И с ним в группу захватов входили только православные монахи 4 февраля. Исидор Пелосиот гневно обличал своего епископа, а епископ Флавиан 18 февраля говорил, цитата, Епископы возлюбили тьму, угождая более земному царю. А 7 апреля Георгий Исповедник видел в видении. На горнем месте вместо епископа стоит дикий кабан, уши и хвост его обрезаны, прообраз сергианских архиереев, отдавших всю власть сатанистам и соглашавшимся в кавычках спасать церковь через медальство церкви. Даже Макарий Исповедник удивился, что за каждым богослужением присутствует в церкви сатана, и на месте отсутствовавшего настоятеля стоял осел. А 5 недель непричащающаяся женщина превратилась в лошадь. И пока не будет исполнено в храме на литургии оглашенные языдити, все в храме будет лишь похожим на бесплатный концерт. Цитата. Посомы просят иному пастырю некоторую, быть может, сухость и суровость, которые свойственны иным характерам. Простят ему даже его слабости. Но никогда русский православный человек не простит священнику неверия или неблагоговейного, небрежного, внешнего, формального исполнения своих пастырских обязанностей. Не является мелочью и то, как пастырь относится к внешнему своему облику. Настольная книга, 1 глава 720, страница 1. Особенно любят говорить, что каким бы ни был пастырь, а вот благодать от него все же не сходит, забывая, что Бог, цитирую, не имеет надобности в муже грешном. Сирахам 15.12. Скрываясь за сакраментальными ответами лжесмирения, как же не допустить к мочению лбов и причастию в тот же день тех, кто сегодня только заскочил в храм по пути на базар. Говорят, мы их спасаем, а потом благодать довершит. Цитата. Не говори ради Господа я отступил, ибо что он ненавидит, того ты не должен делать. Вся Библия до краев переполнена гневными словами о злых пастырях, которые пасут самих себя, а не овец. Цитата. Но и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Пророк Исайя 28.7. Цитата. И вот я поставил тебя ныне убленным городом, и железным стал бомб и медную стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его, против народа земли сей. Пророк Иеремия 1.18. Цитата. И пророки станут ветром, и слова Господня нет в них. Над ними самими пусть это будет. Иеремия 5.13.18. Еще цитата. Выхожу я на поле, и вот убитые мечом, вхожу в город, и вот истоевающие от голода, даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Пророк Иеремия 14.13.18. И 32 глава. Еще цитата. Беда пойдет за бедою, и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Иезекир 7.26. Еще цитата. Слушайте это, священники, и внимайте дом Израилев, и прекратите ухо дом царя. Ибо вам будет суд, потому что вы были за поднею в массиве и сетью, раскинутую на фаболе. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, Не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Пророк Михея 3 глава 11 стих. Еще цитата. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Савауф, То я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот, я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши. Пророк Малахия 2 глава. С первого по третий стих. Все однако на сегодня. Ну да, ты там это... Ты там это... Отмечай, где там... Вот такого материала, его нету нигде больше в интернете. Я повторяю, что на эту книгу, к истинному православию, в общей сложности у меня ушло 40 лет. Все надо было видеть, беседовать со священниками, узнать, что в алтаре делается, и что святые отцы сказали. А это очень непросто. Вот здесь две фразы, и прямо серия, на это 6 томов надо было лопатить. Три фразы, и она златоуст. Это 12 томов надо было найти, выписать. Это только Бог мог сделать. Почему у них нет такого материала ни у кого? Ну неужели этот Георгий, там, Максимов сидит и будет... Они обвешивались, кажется, как клещами весной, шея быка, с званиями там, кандидаты, преподаватели. А Бог это не знает. Это сериянцы стопроцентные. Любой власти будут угождать. Как Зеленовский, когда там сцепился с Аллой Борисовной, Пугачевой. А вы, говорит, под любого правителя подстилаются. Проститутки, учите нас, как учить. А почему? Это же так. Ну так, по-мирски все судят. А дружба с миром есть вражда против Бога, прелюбодеи, прелюбодейцы. Хотя бы он монах был, прелюбодей. То есть проституты. Якова, 4 глава, 4 стих. Вот это, чтобы мне Господь позволил все сказать. Это уже завтра будет. Я прошу всех, усильте молитву. А он там издевается, сидит. Общая молитва, это как что? Со знаменами, то друг, кощунник. Это Георгий, я говорю, Максимов. Я послушал, что он на молитве по соглашению говорит. Он совершенно неверующий человек. Страха Божьего никакого нету. Писание не знает. А звания какие-то его... Ну, сидит мертвец. Злобоний, говорит, за три версты от него идет. Как он кинется? Только показали на ткачево. Он мгновенно кусать начинает. Про меня спросили один раз. Он не встречался, ничего. Все, псевдо, псевдо и лже. И вот они сидят перед миром, кривляются, косоротятся. А каждое слово в обвинении будет на страшном суде. Вот смещенники. Какие они должны быть? Если Господь благословит, если благословит... Ну, я не успею сказать. Только книгу ему подарить могу. К истинному православию. Она далась мне, ой, как трудно. Ну, не труднее, чем симфония на неканонической книге. Ну, там просто техника. И вот мы считаем сейчас. И вы это распространяйте всячески. Потому что здесь только фразы взяты. Места Писания, святых отцов, каноны. Они все попрали ногами. Приготовили престол Антихристу в храмах. Не зря эта молва идет, что... Это святые говорили, что венчать царство Антихриста. Антихриста будут православный патриарх. Вот об этом говорит Осипов. Осипов говорит, что если примут где-то Антихристу, в первую очередь в России, все готово. Царя-батюшку надо, искупителя. Царь-искупитель, табакур-искупитель. Ну, то есть, болезненный народ, больной. На голову. Ну, я все отхожу от вас, друзья мои. Срочные вопросы есть какие? Никого нету? Ну, все, тогда ухожу. Да, Игнат Николаевич. Так, Сергей Павлович, сделай, как я говорил, сделай надпись. Или ко мне заехать тебе, я напишу. Надежда Васильевна умеет писать. Написать шахматов и все. Ну, на листе крупной бумаги написать шахматов. Ну, чтобы над головой было. Он тебя может забыть, а увидит. А ты смотри на него. У него такая мефистофелевая бородка там, и все выбритые. И в очках. Ну, человек приезжает, мы должны всячески оказать ему честь и внимания. Ну, окажем, окажем. Да. Притом, там люди не задерживаются. Мы в храме с Галиной ждем. Дело в том, что он у меня в лицо знает. Но я сделаю табличку. Конечно. Потому что, ну, не дай бог, пройдет мимо, и потом искать придется. Драгоценные минуты уходят, а потом у сердца человека, как это там уже другие вихри будут веять. Вот. Он вчера собирался ехать, а на него везде. Куда ты поехал? Да Киритикам. Мы на тебя вроде ставку ставили, а ты такой. Уже его предупредители записали. А увидели, чтобы Головин-то обо мне отзывался положительно, очень положительно. Себя назвал моим учеником. Так они сейчас на Головина его друзья бросаются. Митрополит Сергий приехал, который Алтайский, Барнаульский. И на него бросились то, что он с нами хороший. То есть, это бешеные псы. Я их называю Кодла Патриаршая. Бешеные псы, которые Изавель съели. Но митрополиты поднимают голос за то, что по-хорошему он с нами. То есть, у него должность, им обязательно должен кто-то, кого он грызть должен. И разницы нет, он щелкает зубами. Ну, кого еще? И вдруг кого-то назвали. Он даже не смотрит, ни на что не смотрит. У него 10 препятствий было. В первую очередь, наш возраст. Он обратился, как говорит, к Богу. Как он обратился, я говорю о Максимове, Георгии. Где-то там уже после 20 лет. У нас совершенно разная жизнь. Но у него есть положительный. Он бороду не трогает. Там такая борода слабенькая. О каком-то Владимире Дмитрии сказали там ему. Он его бросился, со всех сторон его грызет. А у того такая борода, что этих 50 надо бород Максимовых. Интересно так. Ну, у него крест на груди хороший. Без всяких набалдажников, искривлений. Я обязательно подчеркну это. Хорошая я увидел у него. В трех пунктах. Значит, Игнать Тихонович... Позже 30 лет. Позже 30 лет. 35. Вот три положительных момента, которые я в первую очередь стараюсь найти даже во враге самое полезное. Все, отошел. Подождите, Игнать Тихонович, еще минутку внимания. Значит, два таких вопроса. Вы говорите... Вопросы, которые он будет задавать, вы можете прочесть под его роликами. Пусть Сергей Евтушенко сюда в чат скинет. Там уже под его роликами столько вопросов мы задавали, что на два дня хватит. Мне надо отвечать очень кратко на местописание. Мне, если бы третий человек был, чтобы быстро открывал местописание, которые зачитывать. Вот мне что нужно. Тебя трогать нельзя. Ты снимать будешь. Не спи. Смотри цифры, бегут, не бегут. Этот момент нельзя упустить. Он тоже будет записывать. Мы его еще утащим к себе. Вам можно будет взять ноутбук у Надежды Васильевны. И цитату из Библии, поисковик. По нему читать. Если можно, то еще кого-то взять бы, чтобы снимал. Один сидел на Библии и сразу зачитывал. Мне это крайне необходимо. Вот, Надежду Васильевну возьмите. Кого? Надежду Васильевну. Как говорит? У нее есть цитата. Что делать, говорит, во время атомной войны? Говорит, а в белую простыню обернись, говорит, под забор играть на кладбище. Что уж так? Что она не умеет цитатой из Библии пользоваться? Я тебе еще плохого сделал. Что ты меня в яму роешь? Она увидит, когда снимают, как матушка, она в полуоборощное состояние наступает. И все время голова кружится. Так, и еще второй момент. Значит, смотрите. Самолет прилетает в 17.10. Минут 40 там обычно, и там багаж, все это уже будет почти 6. А в половине седьмого нам надо быть в студии. То есть, по времени я могу за вами на Старый Базар и обратно. А студия находится Малахова-Власихинская, перекресток. Это обратно надо будет ехать. Поэтому вам нужно подстраховаться. И если мы по времени успевать не будем, послушайте меня внимательно. Игнатьевич, не перебивайте. Сергей, необходимо дальше говорить. Все понятно, не перебивайте. Слушай, ты звони нам. Может быть, мы с кем-то договоримся, нас подвезут туда. Вот и все. Я позвоню. Если по времени будем не успевать, мы сразу тогда к студии подъедем. Вам надо где-то в 6 часов будет выехать. То есть, я должен буду у вас быть в 6 часов. Если я в 6 часов у вас не буду успевать, потому что полчаса где-то ехать от вас до этого, ну минут 20, чтобы нам не опаздывать. Съемка начнется в 7, но нам надо быть за полчаса там. Но если мы с Галиной выйдем на Ленинский проспект, это лучше? Да, может, да там 2 минуты до вас ехать. Но выйдите лучше, конечно, там минута, там минута. Не минуты. Пока ты останавливаешься, заходишь. А мы будем стоять как раз в Ползуново и Ленинский. Ты смотри, когда едешь-то. Может, мы дорогой еще идем, а ты нас увидишь. И звони. Если кто-то к нам дорогу направляет, на меня сразу выходи или на Галину. Где мы? Не забудь это. Так, у вас подставка-то одна под камеру. Треножник? Да, треножник. Один, конечно, один. А у тебя есть он? Надо в... Нет у меня. Но я куплю тогда. Ну, я не знаю. Это сказать так. Ты не забудь переходник и провод взять. Длинный провод. Потому что после этого пресс-конференция они назначают с 7. Встреча с 7. Не с полседьмого. Встреча-то с 7 начинается. Ну, он мне сказал, что пока там все подключат, все это, мы это рассадят, расставят. Надо там быть полседьмого. До десяти он откупил эту студию. Поэтому в девять где-то он с вами закончит. Или в полдевятого. И с полдевятого до десяти будет пресс-конференция, где могут все задавать еще дополнительные вопросы. То есть мы там до десяти вечера. Так, это понятно. И к полдевятому могут приехать все желающие туда. Это Малахова, 179. Там, где второй вход, студия «Секта». Там, где... Студия называется. Секта называется. Да, он как будто специально нашел такую эту самую. Еще и фотографию-то поставил, где вы с этого ролика выдернутый-то, с обличителя Лапкина, где вы такой. Вообще знал, что это явно дело, что еврейская рука. Как говорят масоны, бросая стрелы, не показывая руки. Ну, в общем, так. Мы выходим пораньше с Галиной. И ты по улице, когда к нам направляешься, с гостиницы «Алтай». А Алтай где гостиница находится? Около вокзала или на Ленинском? Да, около вас. Около вас. На Ленинском. Ну, мы... Ленина. И интернациональная, по-моему, там улица. Ну, все, мы к гостинице и подойдем. Ну, вот так лучше будет. Ну, вот видишь, как хорошо, что толкемся вроде на месте. На самом деле мы уже движемся. Да. Так, не забудь выходник, провод длинный возьми. Не забудь. И возьми этот... Тройник переключать на разное. Тройник... Ну, да, возьму тройник. Хорошо. Тройник такой, чтобы был под все розетки. А то советское с этой... Хоть к ноздрюлям подключай. Ну, как будто бы маленько что-то у нас это проясняется. Чтобы без паники было. И вот это, я у него спросил, говорю, можно еще второй оператор будет? Он с таким скрипом, скрипом. Ну, что же вы меня так уж нагибаете? Ну, ладно уж. Ему он боится, что там мешать ему будут. Кое-как согласился. Да ему-то как мешать-то? Он никакой тут на тяге-то нет. Он задал вопрос, они у него записаны. Что его? И у него вообще ничего не смущает. Он вопросы задал. Прочитать вопрос. С его стороны можно, говорит, в полупьяном виде быть. Это съемка. Это съемка. Он говорит, это не ток-шоу, где много людей он боится. А ток-шоу будет... И съемка идет, когда... Я неоднократно участвовал в съемках. И чтобы до одного человека высчитать, такого нет. Я брал с собой всегда 2-3 человека. И все сходило. Я еще позвоню в Алтайскую правду сегодня. Знакомые журналисты, фотограф Балабуев, Каспришин. Но он будет недовольный, если фотографы будут там отвлекать ходить. Пофотографировать можно будет и в 9. Лучше к 9-ти их приглашайте, фотографов. Ладно. Никуда эти фотографии не дерутся. Может, никто и не придет. Может, никто и не придет, да. Да, приглашайте к полдевятому. Это же он откупил студию, что он хочет с 7 до полдевятого, только чтобы он был один и вы. Все. А потом уже до 10-ти он уже дает это время. Пожалуйста. Я им скажу, корреспондентам, такой порядок. Вы в какое время придете? Если придете раньше, вас могут не запустить. А может, он когда зайдет, он скажет, ну заходите. Может так. Но им-то тоже корреспондентам полтора часа там сидеть, ждать. Зачем это надо? У них тоже свое время есть. Пусть 9-ти приходят. Заранее предупрежден, если придет раньше. А скажут, приду, а может меня запустят. Журналисты-то они такие везде пронырливые там, папарацци. Поэтому он и перестраховывается. То есть он не хочет, чтобы пол седьмого у нас в студию откупил, а туда приехало 50 человек. И что он будет? Да 50, 50 нет. Откуда ты делал 50? Ну, человек 3. Ну, что ты, 50 и 3. А их 3, это уже много. Я его талирую. Он и говорит, что не надо никого. Он им предупреждает. И нужно пойти на это. Есть время 9 часов. Приходите, тихо, двести. Он и скажет, который мы должны сказать людям. Он говорил так, а приехал, у него может и мнение другое быть. Мы должны это предвосхитить. Мы же не заталкиваем туда. Мы заранее предупредим, кто придет, корреспонденты. Запустят, нет, а потом общая на пресс-конференцию. Ну, вот я до того и говорю, заранее предупредить, а корреспондент сам будет решать. Стоит ему раньше, на полтора часа приезжать или не стоит. Я всегда приеду на два часа раньше и буду стоять и просить, кто-кто. В первую очередь я. Где бы ни было, я приду раньше и все равно проникну туда. Ну, это не тот случай. Какая-то поехала купаться. Ну, хоть покупаясь, со всех сторон окружает. Только она разделась купаться. То уехали там на своей лодке, яхте. Она только-только подумала в воду спускаться, смотрит из-под воды фотоаппарат, высовывается. Люди гоняются ни за чем. Вот. Он тоже перестраховывается. Он всегда на свой аппарат и счет параллельно снимает. Потому что какие-то НТВ-шники могут там повырезать кое-что. То есть, у него своя дополнительная камера и наших две. То есть, это достаточно, я считаю. Ну, ладно, хорошо. Это мы на сегодняшний день судим. А завтра, может, вот скажет, а почему только три, а не четыре. Мы должны предвосхитить возможные изменения. Четыре видеокамеры там будет. То есть, какая-то одна из них должна все-таки все заснять. Какие-то еще четыре. Вспомни, как в епархии было. Тут два епископа когда были-то. И когда они изменили что-то, я встал и вышел. И тогда мы разделились на две группы. Батюшка туда зашли к ним, а мы пошли по домам. Помню я это, конечно. Тогда Максим спросил нашей Евтихии, что Игнатий не вернется? Он говорит, никогда. Раз вы изменили, как договор был, уже на это не пойдет. А в следующий раз, когда уже назначили, все, они открыли двери корреспонденты. Все, их тоже надо учить к порядку. Научить. Ну ладно, ладно. У нас тут есть человек десять, которые будут молиться за нас. Тоже это молитва по соглашению. Ну все. Помоги вам, Господи. Да. Я отхожу. Все, с Богом. Мне самому приходится в храме топить-то. Вы что, меня бросили одного? Да. На улице-то холодно. Я вообще-то толокся, толокся. Мысли бьются по-разному. Пошел температуру посмотрел. И все-таки уже к потемкам пошел топить печь. Уголь таскать, золу вынимать. Дрова стал таскать. Ну позвонили бы. Я, может, приехал, нашел бы время. Я подумал, ты занятый. Ну да, вчера сложный день. Вчера в администрации был я. Ну вот сегодня надо будет, наверное, тоже истопить. Ветер-то какой-то холодный. Сиверка дует. Все, отошел. Да, сегодня приеду, тогда истоплю. Ладно. Ну я не знаю, сегодня... Там тепло еще, не надо сегодня. Тепло еще, тогда ладно. Вечером будет какая температура. Ты как-то еще ехать где-то. Всегда звони мне там от гостиницы, допустим, оторвать все хочешь. Обязательно позвони. И гляди, чтобы мы мимо не прошли. Мы будем держать путь на гостиницу. Все, отошел. Хорошо, пойдете вы по Ползунову. По Ползунову, конечно. Как выше, направо повернули, мимо Министерства юстиции. Хорошо, договорились. Все, ушел. С Богом.